Здравствуйте! В эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Беслан Суидимов и в начале, коротко, о некоторых темах выпуска. От солдата до сержанта гражданские вузы будут готовить военных. В лучшие ансамбли района на одной сцене прохладяне встретили код культуры грандиозным концертом. А что за кулисами? А теперь подробнее об этих и других событиях. Но прежде новости из Сочи. При подготовке Олимпиады Россия столкнулась с проявлением атовизмов теории сдерживания. И в качестве инструмента такого сдерживания использовался черкесский фактор, заявил накануне Владимир Путин на встрече с представителями общественного совета по подготовке зимних игр в Сочи. Во времена Холодной войны теория сдерживания была направлена на то, чтобы замедлить развитие Советского Союза. Теперь элементы этой практики то тут, то там проявляются по отношению к России, пояснил Путин, отвечая председателю общественного парламента причерноморских шапсугов Мажиду Чучачуху. Как только страна демонстрирует какой-то позитив развития, возникают определенные опасения из-за появления новых сильных конкурентов и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности. В том числе это касалось и олимпийского проекта, подчеркнул президент. По его словам, как только он увидел попытки использовать черкесский фактор, у него не было сомнений, что это не имеет никаких перспектив. Путин отметил, что знаком с настроением черкесов и их отношением к России и своей малой родине. Глава государства выразил благодарность старейшинам и руководителям Кавказских республик за то, что они, цитата, понимая все то, что происходит вокруг Олимпиады, не просто вели себя сдержанно, а давали очень правильные и мудрые сигналы в общество. На встрече речь шла и о доме адыга, который построили в Сочи в Олимпийском парке. По словам инициаторов, это масштабный региональный проект, пропагандирующий традиционную черкесскую культуру. Здесь можно увидеть археологические экспонаты, одежду, музыкальные инструменты, а также попробовать национальную кухню. Посетителями черкесского дома стали уже тысячи гостей Олимпиады. О новом проекте и о том, как он реализуется, в нашей программе рассказал президент МЧА Хаутис Ахроков. Еще до начала, до открытия, с 4 числа фактически идет посещение. И даже трудно сказать, сколько людей прошло через этот дом, потому что он в самом центре Олимпийского парка находится. И туда, практически мимо этого дома, трудно пройти. Такая музыка звучит постоянно нашей танцей и нашей ансамбле. Это у нас была встреча 8-9 числа. Вот, например, с главным организатором строительства, Дмитрий Николаевич Казак, вместе с Ткачевым, наш Александром Николаевичем, вместе с министром культуры Краснодарского края, Селениц, Владимиром Павловичем, посетили, встречались наши диаспоры. Там были великие спортсмены, как Рейлинг, как многие олимпийские чемпионы, наш Мурат Карданов, много из тех, кто в диаспоре нашли в Иргане, Сирии, Турции, Германии, много было из Эмиратов. Мы видим, что интерес очень большой. И сегодня по итогам выступления наших артистов в Сочи в рамках культурной программы и у министра культуры КБР провел в Нальчике пресс-конференцию. Напомню, 8 и 9 февраля на площадках Олимпийской деревни прошли Дни Кабардио-Балкарии. Руслан Фиров отметил, что профессионализм вокалистов Республики и танцоров Кабардинки высоко оценили не только спортсмены и зрители, но и организаторы Олимпиады. Наши певцы были там на расхват буквально. Наш ансамбль Кабардинка, который вне программы получил приглашение на форум, большой форум в Англию, который выступил там перед ВИП-персонами, который выступил на открытии сессии МОК. Текст между всеми этими номерами включал в себя то, что за народ живет здесь, что какой город у нас красивый и какие у нас люди. Как рассказал и у министра культуры, Кабардинка стала единственным ансамблем Северного Кавказа, приглашенным на открытие сессии МОК. Выступление транслировалось в своем эфире на 24 страны. К другим темам. С сентября будущего года в гражданских вузах начнут готовить солдаты и сержантов запаса. Эта форма обучения станет для студентов альтернативной, обязательной службе по призыву, пишет сегодня российская газета. Выбор идти на 12 месяцев в казарму или быть зачисленным в мобилизационный резерв после вуза молодые люди делают добровольно. Будущих резервистов ждут 450 часов теории на военной кафедре или в воинской части плюс три месяца практики в армейских лагерях. Все это время молодым людям зачтут за срочную службу. Пока новый механизм будут приводить в действие, военные кафедры продолжат работать в прежнем режиме. Концертом ведущих ансамблей открыли год культуры в Прохладинском районе. Этот день, надеюсь, совместной власти станет началом новых преобразований в этой сфере. Сегодня в муниципалитете 13 народных и образцовых коллективов более 4000 участников творческих и любительских объединений. Большинство из них существует на голом энтузиазме. Не лучше ситуации и в учреждениях культуры. Из Прохладинского района наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Здравия, дорогие друзья! И пожелаем вам в этом году здоровья и удачи! Год культуры в Прохладинском районе открыли вручением символического ключа. Причествовали этому торжественному моменту церемония награждения лучших работников 2013-го и большая концертная программа. На сцену ДК поочередно выходили народные ансамбли, образцовые детские коллективы и фольклорные хоры. Тем временем в фойе Дворца «Водник» работала выставка прикладного творчества. Арджены, кружева, мозаика. Раскрыть народные таланты сегодня помогают 240 клубов, 13 самодеятельных коллективов, объединивших более 4000 жителей района. Даже при остаточном финансировании сфера культуры Прохладинского района сегодня считается одной из лучших в республике. Тысячи людей приобщаются к самобытным духовным богатствам народного творчества, приумножают их. Но необходимость кардинального изменения материально-технической базы домов культуры, школ искусств и библиотек сегодня очевидна, говорят сами работники отрасли. А потому, несмотря на праздничную атмосферу, на открытии года культуры говорили и о проблемах. Большинство домов культуры давно отвечали. В зданиях, которые построены в 50-х годах прошлого века, фактически ни разу не было капитального ремонта. Ни один ДК не имеет собственного транспорта. Чтобы выехать на концерт в село района, приходится заимствовать школьные автобусы. Мы все понимаем, насколько важно и нужно делать, делаете вы. Однако невозможно не заметить, насколько сложной остается ситуация по финансированию учреждений и мероприятий, по оснащению культурно-досуговых центров, библиотек необходимым и современным оборудованием и аппаратурой, музыкальных школ, инструментами. Понятно, что за один год решить все проблемы культуры невозможно. С развалом Союза сельские ДК лишились стабильного финансирования. И сегодня, по сути, держатся на неуемном энтузиазме тружеников культурного фронта, тех, чья профессия зажигает сердца творчеством. Общаясь каждодневно с работниками культуры Прокладинского района, могу сказать, что здесь действительно работает большая армия людей профессиональных, людей, которые полны воли воплощать самые смелые проекты. Но из душевного подъема концертные костюмы не сочешь, а не очень богатой муниципальной казны едва хватает на другие, еще более острые нужды. Тем не менее, новый ее главы района заверил, культура отныне в числе приоритетов. А сделать предстоит немало. Пока не обеспечен свободный доступ населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Современную культурно-досуговую среду в сельских поселениях еще только предстоит сформировать. Фольклор нужно не только сохранять, но и развивать. А культурные и исторические ценности народов республики должны стать веским аргументом в противостоянии экстремистской идеологии. Сафар Гиреев, Игорь Мигулин. Вести Кабардино-Балкария. Количество пригородных электропоездов в России продолжает стремительно сокращаться, сообщают ведущие информагентства. Если в 2013-м российские железные дороги отменили по стране 310 электричек, то только с января по март этого года из расписания исчезнет еще около 300. В РЖД объясняют ситуацию тем, что содержание электричек становится убыточным. Кабардино-Балкария в черный список не попадает. Как нам рассказали в республиканском Минтрансе, договор с федеральной пассажирской компанией у республики на этот год заключенный. Никаких сокращений в расписании не планируется. У нас есть маршруты с Прохладного на Нальчик. Есть маршрут Минеральной воды Беслам, проходящий через Прохладный, через Муртазово. Есть еще Минеральные воды Стадеревское, связывающие Ставропольский край, Осетию и Ставропольский край, проходящий через нашу республику. Поэтому говорить о том, что что-то будет сокращаться, преждевременно более 400 подписей было только под одной заявкой в правительство республики, о том, чтобы ввели еще дополнительный маршрут. Минеральный воды в Нальчик, утренний рейс. Поэтому с Минеральной воды в Нальчик уже два маршрута будут приходить. И срочное сообщение. На Эльбрусе на высоте 4000 метров завершена операция по спасению сноубордиста из Новосибирска, сообщает МЧС по КБР. Сегодня днем спортсмен провалился в трещину недалеко от скал Пастуховым. Мужчину уже подняли. В спасработах были задействованы 15 сотрудников высокогорного отряда. Турист не пострадал, так как упал на снежную подушку. И на этом служба информации завершает свою работу. Я с вами прощаюсь. Далее о погоде на завтра расскажет Лея Ломахова. До встречи на телеканале Россия. Добрый вечер. В среду антициклон удержит в регионе сухую и теплую погоду. Лишь кое-где из-за туманов и низких слоистых облаков прогрев воздуха может быть ограничен. Над Зольским районом малооблачно, без осадков, до 1 градуса тепла. Под лучами солнца зима у подножия Эльбруса смягчится и ослабит морозы. Днем здесь плюс один, а в ночные часы девять ниже ноля. В Тернаузе плюс восемь. Атмосферное давление немного повысится. Небо над Баксаном, Чигемом и Надкалы ясное. Днем плюс три, плюс пять. В Прохладинском и Майских районах также положительные значения температуры и небольшие порывы ветра. При переменной облачности в Терском и Лескенском воздух прогреется до плюс трех градусов. До четырех тепла в Кашхатау. Осадков не ожидается. Солнечную погоду в метеорологии прогнозируют в Нальчике. Днем пять градусов выше ноля, ночью минус три. На сегодня это все о погоде. Всего доброго.